всем привет с вами привет сегодня небольшое разговорное видео поговорим на тему мол типа с чего начинать вообще в патче 7.2 допустим если вы только вернулись или вообще только начинаете играть и так само по себе игра в all of warcraft подразумевает себе ммор пагажан как все уже прекрасно знаете или наслышаны об этом ммо составляющая ее такая основная то что вы контактируете с людьми куда-либо ходите вместе в подземелье рейдике вместе делаете какие-либо задания и различные прочие моменты rpg подразумевает себе то что вы ходите улучшаете своего персонажа выбивая либо собирая что-либо и так с такой небольшой теории мы познакомились теперь же продолжим собственно начав игру начав вообще играть world of warcraft в вов будем будем ограничиваться этой аббревиатурой нам потребуется создать какого-либо персонажа частенько идут вопросы по типу макс вот я горит играю за того какого-либо персонажа или там за тот или иной класс вот за кого можно было бы сыграть типа лучше с целью большего результата я вам скажу такую мысль то что в принципе сейчас легионе относительно без разницы за кого вы играете хотите играйте за чернокнижника хотите играете за не знаю в мага но да есть конечно такая фишечка то что каждый допустим три-четыре месяца классы меняют свой баланс типа допустим эти три-четыре месяца очень хорош чернокнижник а следующие три-четыре месяца он чуточку ну скажем так не сильно уже где-либо используется и не сильно где-либо нужен и чтобы им нормально играть нужно ну выжимать из него чуть ли не максимум так что ваша задача это научиться играть за вот это вот небольшое предоставленное время скажем так вот так что с выбором персонажа я надеюсь определились и по факту реально играете за того кем вам понравится то есть поиграли 10-15 уровней начинайте понимать потихоньку нужен ли вам этот класс или нет заинтересовал он вас или нет и так но нас интересует конечно же 110 что же нам делать когда мы только прокачались итак криво прокачаетесь к 110 левелу ваш уровень предмета будет составлять примерно ну 800 это в лучшем случае в худшем где-то 780 скорее всего первым же делом что вы можете сделать это посетить какого-либо мирового босса каждую неделю появляется один мировой босс и плюс один при построенном здании на расколотом берегу скачав аддон о world quest group finder сбоку появляется табличка всех вот этих мировых заданий и так и мы можем все это дело отслеживать вот допустим смертельно опасен иссохший джим иссохший джим это мировой босс убив которого вы получаете 860 награду и выше также уже не активен да у нас получается босс разрушитель пустоты уничтожился обидно при построенном разрушитель пустоты где-либо появляются боссы на расколотом берегу это примерно происходит раз в неделю как-то его так строят там появляются босс из которых падает уже уровень добычи 900 и выше посетив их вы существенно увеличите свой шанс на хорошую добычу также не забываем про монетки дополнительного лута печати неизбежной судьбы или как они там у нас нынче называются взяв их в долларане рядом со входом в метистовую крепость брать их можно только три в неделю и дополнительно две еще с каких-либо квестов во плоти на рейдике в последующем убив босса и задействовав эту монетку в качестве дополнительного броска вы можете получить добычу с этого босса вполне удобно и приятно но если вам не повезет то вам упадет сила артефакта коротко о силе артефакта когда вы только стартанете получите 110 уровень незамедлительно идите в оплот у каждого это место разное подходите к своему хранителю легенд открываете его в качестве торговца и ваша задача купить у него знание 20 20 знание для себя используйте его и далее вы проходите цепочку на расколотом берегу пройдя ее вы получите 26 уровень знаний это поможет вам не отбиться от основной массы игроков которые уже стартанула в патче 7 2 и в принципе наверстать упущенное быстро прокачав артефакт до 35 уровня не путаем знание об артефакте и уровень артефакта это два абсолютно разных понятия уровень артефакта это насколько прокачан ваш артефакт уровень знания об артефакте коротко знания это те книжки проюзанные во плоте в дальнейшем когда вы получите 26 знание вам придется ставить заказы по 5 дней за 500 ресурсов чтобы эти книжечки изучались и вы получали их раз в 5 дней ну и к тому же чем больше ваш уровень знания об артефакте тем больше вы получаете сил артефакта с самых обычных вещей допустим за прохождение подземелья при первом уровне знания об артефакте вы получаете 400 сил артефакта при 30 я уже прошел одно подземелье но поверьте мне на слово при 30 уровне знания вы получаете один миллион сто тысяч сил артефакта многовато да очень многовато прокачав свой артефакт до 35 уровня и пройдя цепочку на расколотом берегу в доларане вам откроются дополнительные квестики в аметистове цитадели на вашу специализацию неистоство оружия и защита в моем случае играя на воине пройдя цепочку в этом здании вам откроются правые таланты прокачав их вы существенно усилите свой артефакт и будет все в принципе идеально итак об артефакте я рассказал об уровне знания артефакта я рассказал теперь давайте побеседуем о конкретно добыче где что мы можем добыть и вообще с чего и как мы можем одеться допустим за золото допустим если только вы вернулись и в дреноре вы нафармили до кучи золота как я это сделал на гарнизонах то вы можете очень быстро одеться и так крафтовый шмот это первый элемент одевания крафтовый шмот изначально создается 835 уровня предмета в дальнейшем за такой материал как аннигилят он апается до 875 то есть максимальный изготавливаемый шмот это 875 вполне неплохо для начала покорения инстов мифик плюса или рейдов там уже вы сами для себя решите что вам ходить и зачем вообще или пвп допустим почему бы и нет вот крафтовый шмот да также можно крафтить легендарки определенные допустим вот такая вот легендарочка у латников у воинов паладинов и рыцари смерти да она больше направлена на регены там скорость передвижения но в ней три гнезда а это плюс 450 вторичных стат это вполне неплохо да и к тому же это легендарка создается сразу 940 уровня предмета есть небольшой баг лайфхак в общем называйте его как хотите но если же вам нужно попасть в поиск рейда допустим за день ночи но у вас маленький уровень предмета то вы можете просто купить это допустим эту легендарочку и положить ее себе в сумку даже не одевая ее ваш уровень предмета по идее должен увеличиваться это реально классно но потом когда вы достигнете нужного уровня предмета без этого легендарного пояса вы его обратно продадите за какую-то опять же цену ну то есть крафтовый шмот крафтовая легендарочка как вариант что еще сейчас мы находимся на расколотом берегу выполняя различные задания на расколотом берегу выполняя крестики или убивая мобов под таким кораблем как церберакс а мы получаем ценную валюту под названием осколок пустоты тратить эти осколки пустоты у торговца которым я сейчас подлечу сейчас убью одного моба и можно будет даже показать это все увы осколков у меня мало демонстрировать покупку и вскрытие я не смогу но надеюсь то что вы сами это прекрасно все сможете реализовать за 5000 осколков пустоты вы можете покупать выброшенные эпические предметы эти выброшенные эпические предметы являются 880 добычей то есть предметами с 880 уровнем предмета также они могут повыситься до 925 то есть по 5 885 890 925 это максимальная ну и к тому же могут получиться легендар очки даже при вскрытии вот таких вот выброшенных предметов таким образом мне упала допустим вот это вот легендарная тринка легендарный аксессуар если же на ваш класс является наилучший легендарный допустим плащ или легендарный нагрудник то начните покупку именно его первая легендарная вещь должна упасть вам очень быстро поэтому почему бы ну не реализовать все это дело и не влить тысяч 50 хотя бы осколков во все это дело это будет весьма полезно и у вас будет наилучшая легендарка и скажем так вы повысите свой приоритет при каких-либо инвайтах в рейд при каких-либо приглашениях рейд или какую-либо группу но теперь же допустим если отвлечься от этого фарма и уйти допустим форматы рейдов или уйти в форматы подземелий что у нас сейчас получается есть формат мифик плюс это подземелья для пяти человек которые проходятся в определенный таймер и чем быстрее вы пройдете подземелья тем больше добыча вы получите весьма неплохо но на это нужно скорее всего какая-либо постоянная группа из людей выполняющих роль танка хила и двух бойцов третьего бойца вы наводите в виде ключника человек с ключом линкует вам этот ключ то есть показывает его в чат говорит вот у меня есть такой ключ давайте сходим вы идете он вставляет ключик вы проходите подземелью он получает добычу вы получаете добычу да и к тому же еще и силу артефакта получаете весьма ценно весьма классно также мы занимаемся этим делом то есть допустим вы нам даете ключики и мы ходим по этим ключиком повышая свой уровень предмета и прокачивая артефакт эта схема работает с самого начала открытия формата миф плюсов с 21 сентября чтобы еще интересного рассказать рейды четыре формата рейдов лфр поиск рейда который уже показал я чуть ранее чтобы в него попасть нужно иметь определенный уровень экипировки для изумрудного кошмара это 825 для цели ночи 835 для испытания доблести это 830 вот так вот это дело все обстоит проходя поиски рейда вы получаете примерно там 850 860 добычу закрыть какие-либо старые слоты слоты которые у вас не особо одеты скажем так закрыть дырки в шмате проще говоря весьма неплохо то есть сходите увидите убьете и может еще что-то получите интересное а может еще и выше чем 860 вещичка упадет к это вообще праздник будет следующая сложность это нормал нормальная сложность туда уже собираются группы вручную далее героическая сложность да уже собираются группы посерьезней ну а мифическая сложность если вы только начали о ней узнавать и начали только играть в варкрафт то особо не ломитесь не потому что туда ходят только рейдовыми группами скажем так подготовленными статиками статик это постоянная группа людей которая играет по своему времени и играет ну скажем так с определенными людьми только тогда когда вы начнете составлять конкуренцию каким-либо людям в игре и скажем так обгонять их по каким-либо параметрам можете поискать для себя какую-либо такую постоянную кучку людей для покорения рейдов вот в этом вам всех благ как говорится и там удачи найти наилучший статик там рейд лидера хорошего не бомбящего самое главное что еще про миров боссов скал про рейды сказал также как вариант подземелья самые обычные на 5 человек в формате героические проходя их вы получаете 845 добычу также не забываем про обычные эпохальные подземелья проходя их вы получаете 865 и выше добычу это самое главное да и все в принципе а чё еще рассказывать ну самое основное вы увидите сами надеюсь и сами что-либо исследуйте или сами что-либо дополнить и даже в принципе мир варкрафта безграничен и изучите его самому будет весьма интересно всех вам благ счастья здоровья такой небольшой агайтик по старту 72 и каким-либо прочим моментом до скорого